Начало второго на часах на Эхо Москвы в Кирове программа Точка зрения радиоверсии у микрофона Анна Лапшина. Мои постоянные соведущие журналисты телекомпании СТС 9 канал Артем Панекаровских и Ольга Ракова. Добрый день. Добрый день. Весенние хлопоты. Так мы обозначили тему сегодняшней программы. Говорить будем об уборке города, начинающихся субботниках, планах по ремонту городских и областных дорог и подготовке к предстоящему паводку. Вот такой широкий круг вопросов. А задавать мы их будем главе администрации города Кирова Георгию Мачехину. Георгий Николаевич, добрый день. Добрый день. И руководителю областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Альберту Запольских. Альберт Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать сразу с паводка. Дело в том, что нам обещает его со дня на день, буквально 20 апреля, пик половодия ожидается в начале мая, к началу июня реки придут в норму. Исходя из прогнозов, все, по крайней мере, которые сейчас существуют, в зонах возможного подтопления могут казаться от 18 до 23 муниципальных образований на территории области, в том числе и областной центр. Нам говорят, что все готовятся. Я, кстати, сразу расскажу и, пожалуй, звонили в МЧС. Нам не смогли выделить время на комментарии. Человека нам не смогли выделить, который может подойти. Готовится к паводку. Занятая подготовка, поэтому... А что за подготовка? В смысле, на что это время тратится? Что за подготовка-то вообще? У нас или в МЧС? Вообще, вообще в целом. Тогда надо начать с прогнозов. Самое неблагодарное, что есть в жизни, это прогнозы. Так вот, по прогнозам, накопление снега за зиму составило плюс 10-15% относительно обычного. То есть снега чуть побольше. Хотя это еще не определяет, что половодие будет высоким. Прогнозы по половодию. Действительно, конец апреля, начало мая, пик мы ожидаем. Ну, как и в прошлом году, в общем-то. Прогноз по уровню, пока он неопределенный, потому что дается с точностью плюс-минус 2 метра. А это как раз те 2 метра, которые все и определяют. То есть, если будет 6-7 метров, это будет одно. Если это будет 5 метров подъем, то это совсем другое. Георгий Николаевич, ну вот, Кировчан, наверное, тех, кто не живет в зоне подтопления, больше все-таки интересует вопрос, как будет работать водопровод. Все мы помним прошлый год. Когда все были напомнены, что нельзя использовать воду из крана водопроводную. В качестве питьевой. Вот в этом году повторение ситуации возможно или нет? Я просто знаю, что вы накануне ездили в Чепецк, как раз, я так понимаю, что с инспекцией. Да, действительно. Вчера комиссионно мы выезжали в Чепецк. Это правительство Кировской области, надзорные органы федеральные и городская администрация. Целью нашей поездки было посмотреть состояние поймы, ну, как бы источника самого нагрязнения. Какие превентивные меры можно там на месте предпринять, ну, и какие будем предпринимать в городе. Есть определенные предложения, что там можно дополнительно сделать. Завтра на заседании областной комиссии в правительстве области мы эти предложения будем озвучивать. Что за предложение, хотя бы примерно? Ну, предложение первое такое, что ту часть местности, через которую, вернее, проходит промывка озер, ее в этот сезон немножко приподнять, чтобы уменьшить вот эту промывку. Это одно из многих, я так понимаю. Это, да, одно из некоторых. Идет работа и здесь, на водозаборе, по новой технологии дополнительной очистки воды от иона аммония. Идут лабораторные испытания. Сейчас монтируется опытно-промышленная установка. И планируем, что в этом году будет первая ниточка этой очистки сделана. Запланированы будут деньги на эту работу. Поэтому работа идет. А я вот еще слышала, что на очистных сооружениях какие-то новые фильтры у нас будут использоваться в этом году. Это как раз вот об этом вы сейчас говорите, да? Я как раз об этом и говорю, да. То есть это солитовая технология очистки. Она эффективная. Она применяется сейчас, кстати, вот в бытовых фильтрах. Дополнительной очистки воды она работает. Поэтому мы в прошлом году рекомендовали, у кого есть возможность, возьмите вот эти вот фильтры с солитом, и они спокойно чистят от иона аммония. Георгий Николаевич, а вот скажите, в прошлом году, вы знаете, по итогам того, что случилось, там были разговоры в городе, что в течение одного или двух дней замалчивали ситуацию с тем, что вода была непригодна для питья. Это действительно так было? Нет. Или сразу же рассказали? Мы прогноз ввели каждый день, и мы объявили даже за два дня, за два дня до того, как пошло превышение ПТК. Специально, чтобы, во-первых, все успели узнать и там какие-то свои мероприятия провести, там фильтры поставить, если кто-то должен. Поэтому это абсолютно не так, и мы в этом году будем мониторить и будем информировать людей заранее, как идет ситуация, продвигается. Будем рассчитывать, если вдруг, не дай бог, что-то нехорошее, то нам об этом сразу сообщат. Это абсолютно верно. И я хочу больше сказать, что мы, несмотря на то, что паводок прогнозируется там обычный, мы готовимся к самому серьезному сценарию по типу прошлого года. То есть сейчас просматриваем графики подачи воды, завоза, точки расстановки машин. То есть идет полная подготовка по самому сложному варианту. То есть неблагоприятный сценарий взяли такой за основную работу. Понятно. Ну хорошо, паводок, который большой, мы вроде как про него вас спросили. Теперь у меня вопрос по паводку маленькому. У нас весна, у нас стоит снег. Городской паводок. Да, потоп на некоторых участках и улиц, и тротуаров. Вот скажите, пожалуйста, в Кирове вообще, когда по весне вот такое активное таяние снега, существует какая-то технология вывоза этого снега из города, чтобы он таял где-то в другом месте? И не мешал горожанам? Зимой мы снег нормально и исправно вывозим, а весной мы ждем, когда он растает. Я, знаете, дождалась наконец-то своей темы, потому что про большой паводок я не очень готова, может быть, говорить. А вот что касается города, вот сейчас бьют все рекорды абсолютно выручки по продаже резиновых сапог. Благо они в моде, вот, и модницы все скупают, сметают. Вот скажите, как же так? То есть мы плаваем, можно сказать, на шее улицы, больше похоже на венецианский канал. Но сейчас уже как-то подсохло, вот сегодня я ехала на работу, видела. А так вот, и ни одной машины, спецавтохозяйства, которая бы вывозила снег, что-то как-то не видно. Тогда у меня вопрос к вам. А что, вот сейчас уникальная ситуация, а год, два, три, пять, десять лет назад мы здесь живем, такого не было? Нет, в том-то и дело, что каждый год такая ситуация. Именно в этом году сапоги все раскупили, что ли, или что? А почему не меняется из года в год? Ну, а я думаю, что меняется. Вот, во-первых, я хочу сказать, что расположение нашего города, оно с точки зрения накапливания этой паводкой воды не очень удачное, да? Семь холмов, поэтому между холмами вода будет, естественно, будет, да, она будет скапливаться. Это первое. Второе, дорожное хозяйство строилось таким образом, что всего 30% площади дорог, оно оснащено ливневой канализацией. То есть там вместе с дорогами построены сборы воды паводками. Все остальное предоставлено судьбе. То есть куда вода потечет, найдет она, как стечь, в реку Вятку. Поэтому вот такая обстановка у нас, мы ее понимаем, знаем, поэтому те работы, которые по реконструкциям дорог проходят и будут проходить, они идут уже с реконструкцией и строительством ливневой канализации. Значит, ливневки уже много-много лет разговоры ведутся, а вот фактически... Ничего не меняется. Или меняется? В прошлом году на Карла Маркса, там, где у ботанического сада, у нас всегда плавали там, помните, как осила такая, да? Значит, там сейчас сделали дополнительные сборники воды, и здесь уже, по-моему, и не было, и сейчас, я думаю, не будет. Другое дело, что ливневую систему тоже нужно готовить, то есть их нужно промыть после зимы, чтобы вода нормально уходила. И на Ленина у нас будет в этом году закончена работа, там, где плавают обычно у заправки, на периодах. Так что двух плавательных бассейнов у нас уже не будет. Ликвидировали. Но вот, Георгий Николаевич, вопрос-то все-таки у меня был про вывоз снега. И, может быть, и Альберт Владимирович скажет даже, если есть у него там наблюдение в других городах, как это происходит, все-таки, может быть, когда много снега зимой выпадает, есть смысл его по весне собрать весь и вывезти? И пусть он где-нибудь растает, не мешая людям. Или это таких затрат требует больших для бюджета, что нецелесообразно? Ну, это технология совершенно нецелесообразная. То есть мы сейчас, представляете, что сейчас мокрый снег, там больше воды, чем снега. И это сейчас мы будем вместе с землей все собирать с газонов. То есть сейчас вот уже это нецелесообразно. Сейчас нужно ворошить газоны, добиваться, чтобы они побыстрее таяли, ременевка, чтобы работала, вода, чтобы уходила, и убирать грязь. Хорошо, тогда у меня вопрос по грязи. Не знаю, а для правительства... Ну, я бы хотел добавить, что не надо забывать, что в течение всей зимы снег ведь из города вывозится. Вывозят, конечно. Понятно, что его выпадает гораздо больше, чем его вывозится, но, извините, мы живем не в Арабских Эмиратах, мы живем в Северной стране, в Снежной стране. Да, поэтому невозможно обеспечить стопроцентную вывозку снега после того, как он выпадает в течение всей зимы. Точнее, теоретически это возможно, но физически, и финансовые затраты сегодня просто съедали бы весь бюджет не только города Кирова, но, наверное, и Кировской области только для того, чтобы в городе Кирове круглый год отсутствовал снег. А что касается тротуаров в городе, вот эти реки, слякоть, лужи, кто этим должен заниматься? Потому что у своих там магазинов, офисов, сами сотрудники выходят и убирают. А на улицах, Георгий Николаевич? На улицах должна убирать единая служба, единого заказчика городская, которая создана в этом году. Она должна организовать, она нанимает исполнительно все эти работы, и практически все тротуары, все дороги, они распределены, за ними есть ответственные, поэтому, если есть замечания, значит, у нас телефоны службы единого заказчика на сайте есть, нужно тут же информировать, чтобы принимали меры. Потому что эта служба, она должна каждый день контролировать качество уборки города, и зимнего, и летнего уборки города, выставляет баллы, и пропорционально этим баллам уборщики получают зарплату, то есть деньги, это реальные деньги. Поэтому непрерывно они у нас штрафовались и январь, о, нет, прошу, январь мы их не штрафовали, дали возможность начать работать, а начиная с февраля они у нас штрафовались реальными деньгами за некачественные уборки. Большие были штрафы? Да, то есть в месяц примерно там от миллиона до полутора миллионов вот такие выдержки. Ничего себе деньги, какие большие. Ну это в рамках города. Ну вот с другой стороны, да, конечно, есть специальная служба в городской администрации, есть специально обученные, так сказать, как говорится, люди, да, я имею в виду дворников. Ну это одна сторона. Но не надо же забывать, что мы ведь все живем в этом городе, да. Понятно, что платя налоги, избирая власть, мы каким-то образом в этой власти делегируем определенную часть полночи, в том числе и по уборке родного там города, в котором мы живем. Но это ведь, наверное, не совсем правильно. Можно власти не только как бы делегировать полномочия, но еще и помогать, не столько и не только критикую, но еще и помогая чисто физически. Потому что, ну, ни для кого здесь не секрет, все здесь взрослые люди все это прекрасно понимают, ежегодно это видят. Самая неприглядная картинка, причем во всех российских городах, это именно весна. Когда вытаивает. Когда вытаивает, все вытаивает. А ведь то, что вытаило, это изначально было брошено когда-то кем-то из нас. Кем-то из нас был брошен окурок, пачка из-под сигарет, упаковка там, я не знаю, от Сникерса, что угодно. Плюс те наши любимые питомцы, которые... Выгуливаются ежедневно там сотнями, да, в наших дворах. Это ведь все наша работа. И почему надо говорить так, что вот власть мы насорили, а ты-то убери. То есть организуй эту работу. Власть, безусловно, ее организовывает. Безусловно, этим занимается и в силу обязанностей, и во всех остальных смыслах. Но помогать-то власти хотя бы весной, чтобы традиционно, первомайским праздником город был чистенький, красивенький. Мы это не просто как бы можем, мы должны, наверное, это делать. Тем более, что потратив там 2, 3-4 часа один раз у себя во дворе, мы тем самым как бы просто делаем свою же жизнь чище и красивее. Я, насколько я знаю, есть в Кирове правила по выгулу собак. Где конкретно они должны гулять и каким образом должно это как-то не допускаться засорение. Вот что конкретно, правда, за правила, я не в курсе. Я вот добавлю, Артем, да, вот я как раз готовлю к нашей программе к воскресенью материал об этом. Вот, у нас есть документ, который обязывает управляющие компании создавать специальные площадки для выгула собак, то есть определять там место, сколько всего питомцев. Сколько всего питомцев, где оно должно находиться, это место, какая площадь, да? Тем не менее, управляющие компании почему-то это не делают, и люди выгуливают собак где угодно. Ну, куда им идти с другой стороны? Вот, почему власть, меня интересует, не может найти рычаги управления над управляющими компаниями, чтобы они этим занялись? Или над собачниками. Ну, людям куда деваться с собаками? Или над собачниками. Да, или над собачниками, как-то их дисциплинировать. Что нужно сделать? Буквально час назад прошло совещание со всеми управляющими компаниями в городе. Тема этого совещания была о проведении субботников и весенней уборке города. И вот поставлена задача перед управляющими организациями, во-первых, организовать субботники во всех дворах, то есть обратиться к тем домам, которые они управляют, к жителям, вывести объявления, обеспечить инструментом и так далее, провести вместе. И, безусловно, управляющие организации должны и решать эти проблемы, эти вопросы, которые вы подняли. Я понимаю, что реальная жизнь сложнее. Есть дворы старые, где там просто физически не сделаешь эту площадочку отдельную. То есть там для детей не могут они сделать площадки, потому что очень тесно застроено все исторически. Там были все другие нормы строительства. Вот. То есть... Ну, то есть за собачниками невероятно, да, следить? Нет, это реально. Значит, они даже, во-первых, будут зарегистрированы все животные, тоже эти правила есть. Что должны быть гулять только с поводками, да, или там на коротком поводке. Значит, иметь вот эти вот скверы там или места для выгула. То есть все это, так сказать, в работе, все это мы требуем. Другое дело, что понимая, что это какой-то должен быть временной интервал, когда это все будет реализовано. Георгий Николаевич, у меня вот такой вопрос. Есть какие-то данные в администрации, стекаются? Потому что, насколько я понимаю, все-таки должны быть какие-то, может быть, штрафы, наказание там, да, за выгул в неположенном месте. Или пока такого еще нет у нас? Требования есть такие. Другое дело, что насколько мы эффективно ими пользуемся, вот этой возможностью штрафовать и призывать. Слушайте, а штрафовать здесь могут только полицейские. Полицейские, да, теперь. Получается, они только могут, да? То есть подойти вот участковый или кто там. И полицейские, и сейчас у нас созданы инспекторские службы. Территориальные инспекторы, да? Вот да, об этом тоже хотелось бы поговорить. Кстати, 4 месяца существует эта служба. Я о ней впервые услышал на этой неделе. То же самое, то же самое. Я не знаю, как их найти, кстати говоря. Ну, сейчас нам, наверное, Георгий Николаевич расскажет. Я просто смотрела, говорят, что можно к этим инспекторам обратиться через территориальное управление районов. То есть в районной администрации, я так понимаю, их надо искать, да? Да, эти отделы, ну, вы, наверное, темные оказались. Просветите нас, Георгий Николаевич. Мы, в общем-то, с декабря месяца очень активно рассказываем о инспекторской службе. Я, правда, вчера первый раз услышал. Тогда я поподробнее. Давайте, давайте. Значит, в каждом районе, 4 района, 4 инспекторской службы. Руководители инспекторов и у него инспектора. Значит, 32 человека всего в городе. Служба создана без увеличения штатной численности администрации. То есть это реорганизация, перестановка, оптимизация численности внутри управления. Поэтому вот я подчеркиваю, что ни одной единицы штатной мы на это не добавили. И у каждого инспектора есть свой участок. Эти участки практически совмещены с участками, которые есть у УВД участковых медицинеров, чтобы они теснее работали вместе и делали совместные рейды, в том числе вот такие тематические, о которых мы сказали. Сказали, мы сейчас предложим им, что вместе проведите рейды по выгулу собак или содержанию животных. То есть это тематика. И каждый инспектор ведет электронный паспорт своего участка. Там занесено все, должно быть организация, ответственные телефоны, значит, характеристики технические. К нему могут обращаться и организации, и жители по любым вопросам, касающимся своего участка. Телефоны есть и в ТЕР-управлениях, и есть на сайте администрации. Они так и называются, территориальные инспекторы. То есть звоните в управляющую, спросите на такой-то адрес, да? Да. А внешний вид у них какой-то особенный? Ну, пока обычный внешний вид. Понятно, что было бы хорошо, если бы еще какая-то там форма появилась. Пока штанки. Вот Юдашки, на котором мы сшили. Понятно. Я позволю себе немножечко, наверное, на полминутки буквально отвлечься. Да, вот у нас наравне с проблемой мусора всех кировчан волнует и проблема дорог весной, да? То, что вот вместе со снегом оттаивают ямы, машины бьются и так далее. Вот мне бы хотелось просто, может быть, как-то узнать. У нас планируется что-нибудь по ремонту дорог, да, может быть? Нет, там уже опасно бьет, да, для дорог. Стесняюсь спросить, а вопрос кому? Георгию Николаевичу по вопросу уличной дорожной сети города Кирова? Вам, конечно, вам. А вопрос в области, вам понятно. Ну, на самом деле, вопрос правильный, вопрос своевременный. Действительно, весна для нас наиболее тяжелое время года, с одной стороны, и с другой стороны, время года, которое преподносит каждый год сюрпризы. Почему? Дело в том, что, опять же, исходя из климатических условий, в которых находится большая часть Российской Федерации, не исключением которой является и Кировская область, у нас здесь очень четко работает закон физики и химии, да, который касается воды. Ну, как вам, наверное, известно, вода – это единственное вещество, которое при охлаждении расширяется, а не сжимается. Вот именно это-то свойство воды и играет такую очень негативную роль при наступлении весны. То есть, чем больше переходов через ноль в течение весны, тем больше разрушаются наши любимые автомобильные дороги, да. И всегда сложно, на самом деле, просчитать математически или каким-то другим способом, сколько этих переходов через ноль будет, насколько серьезно они повлияют впоследствии на состояние дорожного полотна. Плюс еще на это накладывается и, понятно, движение тяжеловесного транспорта, который в этот период, идя по дорогам, там, наверное, вы сами обратили внимание, что весной бывает так, что вечером или утром едешь на этом месте еще более-менее нормально. Буквально через несколько часов там уже огромная яма, да. То есть, это вот как раз работает физика. Это просто работает физика и движение тяжелого транспорта. Поэтому общепринятая практика Российской Федерации весной, то есть, когда проходит основной этот период тайки снегов, и когда уже устанавливаются постоянные положительные температуры, проводится весеннее обследование автомобильных дорог, определяются наиболее аварийные очаги, наиболее аварийные места, и после этого уже составляется окончательный план ремонта автомобильных дорог. Вот сейчас мы в этой стадии находимся. Плюс, поскольку уже не секрет, я об этом достаточно часто говорил, и об этом уже говорил в этом году прямым текстом министра транспорта Российской Федерации, сохранность автомобильных дорог, это сегодня у нас главное, то, о чем мы должны постоянно думать, чем постоянно заниматься. Ну, этим мы постоянно и занимаемся. Альберт Владимирович, вот нам, то есть, на сайт люди пишут постоянно, что задают вопросы, какие же дороги, когда будут ремонтироваться в Кировской области. Сейчас пока об этом еще рано. То есть, конкретно вы не назовете... Да нет, не рано, почему об этом можно говорить. Есть проблемные места в Кировской области. То есть, вот смотрите, есть те моменты, те дорожные работы, которые будут вестись, независимо от того, запланировали мы их, как бы, отдельной какой-то строкой где-то дам у себя или нет. Они, эти работы входят в то, что называется содержанием автомобильных дорог, да, и они будут делаться подрядными организациями, независимо от того, есть они в графике или нет. То есть, я еще раз говорю, после весеннего обследования, наиболее аварийные участки, там, дорожники кинутся, и быстренько их приведут в то или иное состояние, позволяющее безопасно, по крайней мере, безопасно по ними ездить, уж не говоря о скоростях. Более серьезные ремонтные работы, как текущего характера, так и капитального, безусловно, будут выполняться уже после весеннего обследования, состояния, либо дефектной ведомости, либо там проектно-сметная документация, если это потребуется, в соответствии там с графиком, потом размещение государственного заказа и так далее, и так далее. А сколько денег будет потрачено в этом году на ремонт дорог Кировской области или города Киров? Значит, вот давайте так, о деньгах, которых потраченных, я говорить не буду. Почему? Потому что сегодня в бюджете Кировской области непосредственно на ремонт, на ремонт, я еще раз подчеркиваю, автомобильных дорог денег нет, они не запланированы, ну, их просто нет. Есть на содержание, да? На содержание, да, они запланированы, они уже, контракт еще в конце прошлого года заключен на весь год, вот, вот, в этом году мы снова прибегаем к механизму государственно-частного партнерства, когда на основании, то есть по итогам проведенного нами конкурса будет, найдется организация, которая сможет за свой счет отремонтировать порядка 100 километров дорог, вот я сейчас уже цифры называю, да, отремонтировать порядка 100 километров дорог, построить полтора километра дороги, это обход поселка Безбожника на дороге Кировхотлах-Архангельс, который мы в прошлом году на опаре нас дали успешно, да, провести там еще ряд мероприятий, которые мы задумываем, как бы, мы эти работы оценим в сумму 670 миллионов рублей, то есть вот сейчас буквально в ближайшие несколько дней из системы правительства выйдет постановление правительства Кировской области о проведении конкурса на поиск частного партнера, который нам за свой счет это сделает, вот, ну, поэтому дороги мы еще порядка 100 километров отремонтируем, вот, ну, как-то так пока. Это что касается области, да? Я думаю, я хочу обязательно добавить, у нас в каком-то смысле, причем каком-то в прямом смысле, этот год переломный и последний из всех лет, которые финансирование дорожной отрасли шло на общих основаниях, с 1 января 2012 года в Российской Федерации появляется система дорожных фондов и финансирование дорожной деятельности всей будет пришляться исключительно целевым способом бездорожных фондов. И по оценке, и по оценке... Это транспортный налог? Ну, это сейчас вы говорите о доходной части дорожных фондов, да, которые будут формироваться уже принятием закона Кировской области, ну, либо отдельного о дорожных фондах, либо будут внесены поправки в закон о бюджетном процессе Кировской области, ну, так это, на самом деле, уже, как сказать, форма, да? А по содержанию, безусловно, будет определена доходная часть то есть то, что, безусловно, является только доходной частью дорожного фонда и понятно, что раз это дорожный фонд расходы из до этого дорожного фонда будут причинить только эти на дорожную деятельность а так, для того, чтобы все вспомнить, что такое дорожная деятельность я скажу, дорожная деятельность это проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Возвращаемся в студии «Эхо Москва и в Кирове», программу «Точка зрения радиоверсии», обсуждаем «Весенние хлопоты». Георгий Мачекин, глава администрации города Кирова и Альберт Запольских, руководитель департамента дорожного хозяйства, отвечают на наши вопросы. Ну вот Альберт Владимирович нам перед рекламой рассказывал о том, как будут ремонтировать дороги в области. Наверное, сейчас очередь Георгия Николаевича рассказать нам, что будет в Кирове этой весной. Ну если очень коротко, то как в детском мультфильме аналогично. А если более подробно? Если более подробно, то мы до 1 мая должны провести обследование состояния дорог вместе с ГИБДД, определить те участки, о которых Альберт Владимирович сказал. Проблемы, наиболее проблемные. Но я хочу сказать, что не дожидаясь этого обследования, у нас ямочный ремонт ведется уже, наверное, полтора месяца. То есть, как только температуры стали минус 5, минус 8, уже можно применять новые технологии ямочного ремонта. Мы их уже применяем, и этот ремонт ведется. С таким расчетом, чтобы уже к дню города практически 95% объема ямочного ремонта уже был сделан. Чтобы люди летом ездили более-менее по проезжим дорогам. Конечно, в этом году будет значительный объем просто ремонтов в городе. Поменьше он будет, чем в прошлом году. Мы об этом уже говорили, потому что часть федеральных денег будут переориентированы на дворы, на ремонт дворов. Поэтому на дороге примерно в два раза будет поменьше, чем в прошлом году. Но все равно это будет около 30 участков дорог в городе, которые будут проведены на ремонт. Георгий Николаевич, а вот наиболее проблемные сейчас участки, они уже определены? Список есть какой-то? В первую очередь, за что возьмутся вообще? Я сказал, что... Уже взялись? Уже взялись. Уже ямочным ремонтом идут там, где... Ну, прежде всего, это дороги, где ходит общественный транспорт. Это, конечно, приоритет. Вот сами понимаете. То есть, их сейчас проезжают, и если где уже ямы появились, то их тут же делают. Хорошо бы нам придумать такой асфальт, который выдержал бы и зиму, и воду. Нет пока разработок, не знаете вы? Ну вот, в прошлый сезон, помните, как Германия первый раз, значит, столкнулась с этими ямами. То есть, для них это был шок, что оказывается... Это в этом году, что ли? Нет, это прошлый сезон был. Прошлый сезон, и они весной, после того, как всё растаяло, значит, начали там даже продавать ямы, значит, с правом их отремонтировать. Здорово. Да, ну то есть, всегда, когда критикуют, в первую очередь, своих российских дорожников, говорят, а вот там, да, там ведь такого нет. Ну и аргументация дорожников, значит, подождите, ребята, там и климата такого нет зачастую, да, и погодных условий таких нет. И вот теперь, когда Германия, как говорил Игорь Николаевич, впервые с этим столкнулась, и на себе испытала великолепные свойства воды, да, теперь как-то уже сложнее менять и пенять дорожникам отечественным, что вот вы не умеете работать. Ну, на самом деле, технологии, которые позволяют это делать, они есть, но... Опять нет денег. Да, они настолько дорогостоящие, и к разговору о дороговизне сложно сравнивать стоимость автомобильных дорог в Российской Федерации, там, или конкретно в Кировской области, со стоимостью того же самого, примерно, там, в той же Германии, да. Тем более, что Германия зачастую не показатель, они там немножко иные, говоря нашим языком, ГОСТы, СНИПы, подходы, и даже подходы не столько к собственностроительству, вот конкретно, когда выходят механизмы люди и начинают работать, а вообще изначально к всему, к организации процесса строительства, если говорить о строительстве, участка автомобильной дороги или всей дороги целиком, он настолько увязан с финансированием, между собой, финансирование из банков, проектирование, строительство, содержание, потом оплата всего этого дела, в один мощный комплекс, который растягивается на десятки лет, на десятки лет, да, что понятно, что там совсем другой подход, и, соответственно, состояние этого дорожного полотна, оно, и вообще дорога, оно несколько иное. Ну, мы когда-нибудь, я надеюсь, тоже к этому приблизимся, тем более, что первые ласточки уже в эту сторону пошли, и, ну, всему свое время, я думаю. Дожить бы. Доживем, обязательно доживем. Если брать, если взять в целом проблему весенней грязи, в свое время было придумано, как ее решать всеобщими усилиями, это субботники были. Я хочу подвести такие промежуточные итоги нашего голосования, мы на этой неделе, нам было интересно узнать, вообще, что субботники означают сегодня для кировчан. Варианты такие были, это устарившие традиции, это гражданский долг каждого, либо это обязанность дворников. Так вот, промежуточные итоги показывают, что большинство кировчан, именно 44%, считают, что это обязанность дворников. Такое четкое разделение полномочий. Мы будем мусорить, а вы уж отрабатываете свои деньги. Вот я хочу в подтверждение этой информации, которую Артем озвучил. Да, еще напоминаю, что голосование у нас продолжается на сайте davici.ru, и можете отправлять смс на номер 4647. Только обратите внимание, что отправка смс платная. Вот, я хочу добавить Артему, что всего 7% россиян сегодня по статистике выходят, значит, прибираться. Вот, значит, и я нашла такую интересную информацию, что, значит, в Талмуде написано, самый первый вообще в истории человечества субботник. Вот так он написан. Египетский фараон объявил о всеобщих работах, на которые вышел и сам в сопровождении своей свиты. Значит, граждане евреи, которые потянулись ему на помощь. И он им, значит, когда уже втянулись в работу, цари его слуги призвали их работать, а сами ушли. Вот так евреи стали рабами. Вот сегодня в нашей истории, в нашей современности что-то происходит похожее. То есть самые охотные участники всех субботников – это властимущие. Они позируют перед камерами, выходят, подметают, значит, сфотографируются, снимаются. Уходят камеры, уходят чиновники. Это мнение народа, не мое личное. Почему так происходит? То есть вы показываете вроде бы пример людям, но вот так. А людям 7% все-таки участвуют. Вопрос-то может быть вот такой, на самом деле. Есть просто мнение, есть много мнений вообще, от кого должна исходить инициатива при организации и возрождении субботников. Все-таки снизу вверх, либо сверху вниз? Вот сверху вниз как-то не оправдывает. Сегодня сверху вниз, получается, пропаганда сверху идет вниз, а снизу уже, ну хорошо, мы посмотрели, тоже, возможно, выйдет. Ваши должны, да? Ваше мнение, просто от кого должна инициатива исходить сегодня? Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот фраза, почему так происходит, она не совсем, наверное, корректная. Почему так думают? Потому что если бы все выходили столько, сколько выходят чиновники, ну хотя бы сколько вышел в прошлом году губернатор раз на субботник, и сколько он отработал. Если бы каждый житель в городе столько отработал, у нас была бы там чистота идеальная в городе. Потому что, во-первых, мы бы почистили город, а во-вторых, если бы люди хоть раз вышли на субботник, то он после этого уже намного меньше мусорил. Хотя Никита Юрьевич сначала мешки таскала, а сейчас красить стал. Красить, полегче. Хотя можно краски на него тоже. Вы говорят прямо в ближайшие выходные сотрудники правительства области, администрации областной выйдут на субботники. Не говорили вам еще об этом, нет? Почему? Говорили мы 16 апреля, правительство в полном составе, по крайней мере, тот в рядах еще живой, да, выходит, ну я имею в виду, тот, кто на работе, не на больничном, еще кто-то, да, все выходят 16 апреля на закрепленные за каждым там департаментом управления участки, проводят субботник. То есть это традиционно, это, как правило, у нас никем не игнорируется, все это работают. Ну вот, если вы позволите, да, к вопросу, в нашей стране, к счастью или к сожалению, традиция субботников, особенно весенних, происходит ведь не из Талмуда. Я говорю, это к счастью или к сожалению, это то, что у нас раньше называлось ленинскими, да, субботниками, в преддверии празднования дня рождения Владимира Ильича Ленина, народ выходил, и понятно, что это было в большей степени идеологическое, с одной стороны, мероприятие, да, но с другой стороны, оно также было и общественно нужным, да, необходимым. Ну не справляется и не справляется, не может один человек там за очень короткий промежуток времени, там за 2-3 дня, привести в красивое состояние двор, улицу, не так уж много у нас дворников, да, они могут поддерживать, но когда все это вытаивает, повторюсь, и с ужасом смотришь, господи, на что уже похож мой двор, да, понятно, что один дворник не справится. И, наверное, с одной стороны, власть, да, должна как бы не столько стимулировать, первую очередь, своим примером других жителей города, ну и люди-то, которые сами живут в этом месте, должны понимать, что, ну реально, невозможно одним человеком, одним дворником за короткий срок сделать так, чтобы к 1 мая все было красиво и чистенько. Поэтому где-то гражданское правосознание хотя бы в этом должно работать, возле себя-то убери, вот сам ведь намусорил за зиму, сам, так убери за собой эти бумажки там, или что там еще появляется. Никто ведь не заставляет, на самом деле, сделать что-то более серьезное, там, покрасить фасад дома, для этого есть городская власть, там, или поменять где-то разбитые стекла, лампочки, просто убрать мусор. Это ведь, на самом деле, не очень сложно и не очень затратно по времени. Вот я хочу еще добавить, прокомментировать эти результаты. Здесь, в общем-то, наверное, два вопроса, они как бы наложились друг на друга. Вот с точки зрения, чья это ответственность убирать в городе, понятно, что это службы, это дворники, это все понятно. Другое дело, что мы все понимаем, что за зиму мы накопили столько мусора, столько песка, которые, если просто дворник им убирать, это, ну, два месяца плотной работы. Если мы хотим к 1 мая за 2-3 недели убрать весь город, чтобы он чистый был, и мы жили в чистом городе, для этого надо помочь. Надо все вместе, потому что совершенно правильно говорят, что мусор-то, он, так сказать, не привезенный откуда-то, это наш мусор. Поэтому вот у нас альтернатива. Или мы ждем, пока дворники уберут, это их обязанность, да, ну, давайте будем стоять смотреть, как они убирают, значит, или мы, понимая, вот, свою ответственность. Я хочу сказать, что предприятия и организации очень активно участвуют в субботниках. Ну, там в большинстве штрафные санкции применяются. Нет, 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 но я хочу привести, значит, я не говорю о традиционных крупных предприятиях наших, да, там, Маяк, Лепс, там, АЦМ, 1 мая, это вроде как само собой разумеющийся. У нас очень активно Мегафон, очень активно 33-й канал, Девятка выходит, а, ну, это я вас рекламирую, да. Ну, действительно, это, значит, так оно и есть. Георгий Николаевич, а городская-то администрация когда выйдет на субботник? У нас расписано все до конца месяца, все, каждый служащий, каждый муниципальный служащий. Где вас можно увидеть? У нас есть традиционный, мы 16-го числа выходим, у администрации сквер убираем, набережную Грина, да, будем работать. В общем, сейчас-то, конечно, больше по погоде, потому что что к субботе позволит, оттает, там, где уже можно будет работать, там будем работать. Угу, понятно. Ну, и я так вот из средств массовой информации поняла, что закончатся субботники 29-го апреля, то есть, чтобы к майским праздникам все уже было чисто. Ну, вообще-то месячник объявлен до 10-го мая, но, как правило, и я еще раз говорю, на 95-процентов мы стараемся закончить работу к первому мая. К первому, к майским праздникам. Ну, будем надеяться, что увидим ощутимый результат. Программа «Точка зрения» радиоверсия была у нас в эфире. Очень быстро закончилась. Георгий Мачехин, глава администрации города Кирова, Альберт Запольских, руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области. Были у нас в гостях Артем Панекаровских, Ольга Ракова, Анна Лапшина. Услышимся.